всем привет с вами вячеслав витик ческом обыгран очередной гроссмейстер и есть повод порадоваться поехали да этого гроссмейстера я обыгрываю уже не в первый раз это ибра сарик и давайте перейдем к просмотру я играл белыми фигурами е4 d6 d4 конь f6 конь c3 c6 h3 e5 и конь g2 у нас получается защита филидора конь bd7 g4 h6 слон g2 b5 a3 a6 2 0 слон b7 слон е3 g6 и f4 следует ход еды слон d4 и c5 и в этой позиции я первоначально начал расчет с хода слона f6 мне казалось это принципиально и на коне f6 я рассчитывал что-то безумное типа е5 слон g2 и и но после слоны f1 к сожалению ничего не обнаружил и решил банально уйти слоном я сыграл слон f2 но дело в том что слон f6 сильнейшее продолжение на коне f6 ведь можно пойти и 5 черный отстает в развитии и здесь после слон g2 король g2 позиция черных тяжелая возможно уже безнадежная но приведу примерные варианты надо е можно пойти и фе на конь d7 можем пойти ферз d5 здесь под боем пешка на f7 и на ладья а7 е6 белый здесь просто выиграют понятно что конь d7 это ошибка можно предложить ход ферз d1 ладья а d1 и здесь конь d7 здесь у белых тоже приятный выбор можно пойти конь d5 но вполне возможно что еще сильнее е6 и на фе вновь конь f4 и вот всю тяжесть позиции показывает примерный вариант 3 0 конь g6 ладья же 8 конь f8 ладья f8 и ладья d6 здесь черные остаются как минимум без пешки но оценка здесь около двух пешек оценка сток фиша 10 то есть ходом е5 я наверно мог получить позицию близкую к выигранной но я сыграл слон f2 и к слову сказать самое интересное что обнаружил в анализе это то что на слон f6 конь f6 моя идея ведь могла сработать можно пойти е5 и на слон g2 можно убить еф и на слон f1 пойти ферз d5 конечно этот ход я не видел издалека и в этой позиции у черных тоже есть проблемы можно пойти ладья 7 и ладья f1 мог бы да ну отмечу что она едва бить нельзя из-за ферз c6 и там на 8 падает черные проигрывают вот а после ладья a7 ладья f1 к примеру fd7 и эта позиция ну как минимум с компенсацией у белых она по моему анализу явно лучше у белых и вообще мог получиться как мне кажется блестящий позиционный шедевр королевский фланг пока не входит в игру пешка f6 пешка гвоздь ну и дальше фигуры могут заходить ферз на e4 конь на d5 ладья подключится по третьему ряду кому интересно по анализируйте на мой взгляд позиция белых явно лучше но вернемся к партии я сыграл слон f2 следует ход b4 abcb и конь d5 вот интересный момент первая линия движка это ход коня 2 который мне бы в голову не пришел конь d5 конь d5 еды слон g7 здесь не имело смысл заняться пешко естом сыграть ферзь е1 ну и на 2 0 просто убить пешку на b4 здесь тоже у белых большой перевес я сыграл конь d4 что тоже естественно следует 2 0 и конь c6 здесь конечно на стороне белых большой перевес все-таки конь на c6 стоит здорово следует ход ферзь c7 слон d4 и конь c5 пожалуй здесь черным имело смысл пойти слон d4 fsd4 и fsb6 до белые могут выиграть пешку fsb6 конь b6 конь b4 и у них безусловно перевес но здесь все еще далеко не так просто а дело в том что после хода конь c5 я хожу и в 5 это позиция на ножи безнадежная следует ход слон d4 fsd4 a5 и вот вновь интересный момент первоначально я начал расчет с хода ферзь f6 мне казалось это самое принципиальное черные видимо вынуждены бить слон c6 dc эта позиция тоже с перевесом у белых ферзь f6 это вторая линия движков но на удивление я сыграл правильно избрал первую линию это ход ладья ae1 следует ход слон c6 dc и ладья e8 но это по сути уже решающая ошибка здесь не сложная ладья a8 ладья a8 fg и на fg слон d5 шаг на король f7 мы просто выграем ферзь за ходом ладья f7 но здесь уже добивание конь e6 несмотря на то что я был цейт ноте и действовал не лучшим образом все-таки мне удалось реализовать подавляющий перевес давайте я быстро промотаю чем все закончилось здесь вот где-то я допускал конечно ошибки там мат форсированные в 10 ходу был здесь тоже понятно что позиция абсолютно выигранная здесь на секундах прежде всего благодаря приму я довольно таки уверенно довел партию до победы но дальше как бы все уже излишне но вот такой вот линейный мат мне удалось поставить а вот такая вот получилась партия без красивых спецэффектов но на мой взгляд относительно чистая в моем исполнении и с интересными закулисными вариантами я надеюсь вам понравился данный пример ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч